Я разрешу тебе свободно гулять по зону. Ты не можешь держаться, что я здесь. До тех пор, пока мы все не договоримся. Вечная тема отцов и детей, дворцовые страсти и любовь. 1183 год, Британия. Все члены королевского семейства вполне искренне ненавидят друг друга и в любой момент готовы начать войну за власть. На сцене Самарского театра драмы, премьера спектакля «Лев зимой» по пьесе Джеймса Голдмана. В главных ролях народные артисты России Владимир Борисов и Жанна Романенко. Во втором отделении многие актеры меняются. В спектакле заняты сразу два состава. Сонография и костюмы заслуженный художник России Владимир Фирер. К премьере выпустили даже эксклюзивные футболки. Это настоящая, королевская, мощная история. Зритель, который любит костюмные проекты, он не будет разочарован. Лучший подарок для актера на юбилей – это спектакль, где он играет главную роль. Что и произошло. И действительно, это не просто премьера, а долгожданный бенефис народного артиста России Владимира Борисова. За 45 лет на сцене Самарского театра он сыграл десятки ролей в самых нашумевших постановках «Монастырского», «Гвоздкова» и «Гришко». За 45 лет работы в театре, что можно? Благодарить всех и вся. Они были вместе со мной, все начиная от больших начальников и кончая самым простым зрителем. Так что для меня все дороги. Мы пришли, я не одна, у нас будет целая группа. Мы пришли посмотреть на игру Борисова. Когда человеку уважаешь, когда он тебе нравится, он во всех ипостасях будет прекрасен и хорош в любой роли. Очень талантный артист. И спасибо ему, конечно, за то, что он прославил наш город. Уехал из Москвы и всю жизнь прожил в Самаре и славил ее своей игрой, своим талантом. Последние минуты спектакля и дальше шквал аплодисментов. Зрители аплодируют стоя, несут цветы. В зале друзья и коллеги, поклонники и почетные гости. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил труппу Самарской драмы с премьерой. И отметил, что в течение многих лет люди приходят в театр именно на Борисова. И сегодня мы еще раз убедились, что он, конечно, настоящий король. Король этой сцены, король этого академического, всеми нами любимого театра. Владимир Владимирович, спасибо вам за это. Спасибо, что вы наш король и сегодня. В следующий раз театр драмы покажет королевскую историю «Лев зимой» 27 ноября. Юлия Черняева, Максим Гусев. События.